Всем привет, с вами Нильф Горн, это игра Besiege Иииииии вышла альфа Нет, вышел новый патч 0.05 И что же в нем добавили, это будет описание небольшое этого патча Добавили новый остров с испытанием, доступен с пятого уровня Со временем добавить еще, рассчитывают и подготовить это все за 4-6 недель И вот в чем суть, что никакого острова я не нашел больше Для испытаний, возможно, либо, ну, подразумевается то, что они ведут еще Либо что-то просто я не допонял, либо не допонял переводчик Всякое может быть, но все-таки Так что, не знаю, я никакой другой карты не нашел Дальше Хотят они перейти на движок Unity с пятого на четвертый Тем самым они намного улучшат Ну, качество игры, в отличие от четвертого движка Повысит стабильность Повысит стабильность Ну, стабильность игры И благодаря этому можно будет делать конструкции поистине большие Они не будут лагать, они не будут подлагивать И компьютер спокойно сможет с этим справляться То есть прогружать каждые части, кусочки там, вашего устройства Но пока они это все не могут сделать, потому что, ну, проблемы с движком Исправления которых они ждут, собственно говоря Хотят интегрировать игру в стимовский воркшоп То есть, знаете, когда у вас резиденна игра И вы можете shift и tap нажать Зайти в некоторых играх в стим И тем самым скачать там Или посмотреть В отсеке, ну, как это называется-то Где выкладывают ребята все свои постройки Их описание И можно будет их прям скачивать в игре Официально ставить, то есть, без всяческих каких-то манипуляций То есть, не надо будет куда-то заходить Где-то что-то скачивать сейвы Куда-то перетаскивать То есть, официально все будет И это очень хорошо Также хотят добавить ачивки для хардкорщиков и задротов Вот здесь прям так и написано Либо мой переводчик так перевел Либо одни сами так сказали Я уж точно не знаю И еще стимовские коллекционные карточки Не знаю, кстати, насчет ачивок Не знаю, это что-то типа Прыгнуть там всех выше Убить там за раз десятки воинов Не знаю, проехать с бешеной скоростью Или что-то Я не знаю, какие ачивки будут подразумеваться Но все же, все-таки Но это все ведется тогда Когда будет побольше контента в игре Потому что хочешь не хочешь Но контента все равно в игре мало И, ну, как бы найти его Ой Здесь пока играбельный момент Это то, что вот просто Прохождение вот этих миссий С разными аппаратами Как-то так, наверное И, кстати, это все должно быть Последним обновлением Перед релизом игры Сейчас, да, я так понимаю Бета еще идет Ну, или последним Маленьким Перед крупномасштабным Главным обновлением По крайней мере Здесь так написано Так, улучшены колеса И шестеренки И спирает для полета Имеют автоматический режим Давайте я покажу Как это То есть Есть такой вот момент Вот Давайте загрузим К примеру Бэтмобиль И теперь В настройках Можно в машинах Вот здесь вот появилось Автоматик Нажать И, то есть Когда мы, допустим, поедем Он автоматически Начнет двигаться Это довольно-таки удобно Понимаете, да Для всех остальных Всяческих Приспособлений То есть Если вы там Колесо у вас используется Для других Вещений Кроме как Ездить К примеру Так Оптимизировано Сцепление Деревянных блоков Шары Труднее лопнуть То есть Теперь вот эти вот Летающие шары Они Ну Намного устойчивее К урону То есть Они не так просто Лопаются Иконки Меню колес Улучшены Или Круглое меню Улучшено Здесь вот Как-то непонятно Ладно Не важно Это, я думаю Такая ерунда Которая Ну В принципе Меню Улучшено Да То есть Угу Круто Как Файл Сохрани Отображает Инфу Нужно Пересохранить Старые Конструкции Вот это я не понял То есть Я так подразумеваю Когда вы пытаетесь Что-то загрузить То Здесь Ну как бы В сохранении Добавляется Давайте Вот Бэтмобиль Пересохраним Если смотреть То есть Никакой информации Не добавилось И Как это подразумевается Может То есть Где хранится Вот это Может быть Я не обращал Может этого не было Я не знаю Честно говоря Ладно Можно Назначить Цифры В Ки Маппере Возможно Это подразумевается То что Допустим В меню Может быть Может быть В настройках Теперь можно Опции Нет Я не вижу Никакие Настройки Клавиш Не знаю Что за Кеймаппер По крайней мере Так переведено Что это подразумевается Поворотный шарнир Перерисован Стал меньше Выглядит лучше Реально Стал меньше И выглядит лучше Это прям вот Факт Потому что Выглядит он Теперь Вот таким вот образом И блин Это по моему Круто То есть Он намного Лучше выглядит То есть Есть И вот эти вот Устройства Которые Ну как Не устройства А вот эти вот Точки Понятно Благодаря которым Понятно Что здесь Можно устанавливать Блоки То есть Это очень Отлично По моему На мой взгляд Так Дальше Подвеска блоков Лучше работает Когда юзаешь Кеймаппер Подсветка блоков Лучше работает Когда юзаешь Кеймаппер Не знаю Что такое Кеймаппер Честно Исправление Блоки Не удаляются При нажатии На меню Сверху Веревка От шаров Мутнеет На расстоянии Вот это Веревка Я так понимаю И Блоки Не удаляются Если что-то Здесь нажимаешь А То есть Если вот так Вот Ага Может быть Это подразумевалось Не знаю Честно говоря Не сталкивался С этой проблемой Центр Тяжести Скоб И пружин Должен быть верным То есть Раньше он похоже Неверным был Теперь он верен Шар шипами Отображается На миниатюрах Сейвов Ну Понимаете Да Вот теперь Вот здесь Они будут Отображаться Так Так В меню Обратно зайдем Так Так вот Больше игра Не запускает Симуляцию Когда вы Нажимаете кнопку Провел В меню Сохранения Загрузки То есть Когда вот Здесь вот Были И вы нажимали Допустим Писали что-то И пробел Ставили И там игра Запускалась Вот это была Очень такая проблема Неприятная Она доставляла Неприятные моменты Поэтому Это теперь исправлено Очень хорошо Отлично Больше текстур домиков В витринных мельниц Не заменяется На сгоревшую Если их охватывает Пламя Это такой момент Который Заметен только В режиме песочницы Вот в этом режиме И поэтому Думаю Это не очень Будет так Критично Или как-то так Круто изменит Игру Что прям на это Стоит обращать внимание И самое главное Самое главное Это Добавили Три дополнительных устройства Три дополнительных блока Сейчас я найду Где Так И улучшение Это Улучшение А нет Не улучшение Это добавленные блоки Большое колесо И оно Поистине большое И поистине Крутое На самом деле Вот эти колеса И теперь Это выглядит Просто шикарно По-моему То есть И И выглядит Круто Так Переднюю часть Переднюю часть Надо опустить Потому что Она задевает Так А Вот здесь Нужно убрать Сначала Вот эти Вот эти блоки Потому что Они задевают колеса Так Вот теперь Все будет нормально И по-моему Это Просто Вообще Шикарно Выглядит Давай Не знаю Как вам Но на мой взгляд Это Очень классно Больших колес Больших колес Не хватало По крайней мере Для меня Это Меняет Очень сильно Игру И Ну как сказать Даже не игру А сами постройки Плюс Плюс Эти колеса В них есть Очень огромный Плюс Сейчас Я его Покажу Так Я не вижу Что там Происходит А Я не смогу Заехать Огромнейший Так Опять Камера Сбилась Так Сейчас Давайте Уберем Сначала Вот эти Вот Вот Этот Вот Вот Этот Вот И Вот этот Шарик Так Как-то Странно Очень Стал Колесо Так Давайте Вот так В чем Суть Этого Колеса Мне Чем Оно Мне Понравилось По крайней Мере То что Вот здесь Вот здесь И вот здесь И вот здесь И вот здесь Теперь можно устанавливать блоки Вот таким вот образом И это по-моему Очень круто Я конечно Не понимаю Нет Нет Стоп Стоп Я очень даже понимаю Как это уже можно использовать И Думаю Это очень Проапгрейдить Все постройки Во-первых Именно проапгрейдить Потому что Это можно использовать В старых Постройках Которые уже Были созданы И Можно Дополнительно В каких-то Новых Постройках Это использовать Плюс Не забывайте Что еще Вот так Вот можно Здесь сделать Это по-моему Вообще Шикарно То есть Какой-то Такой момент Так Сейчас Переднюю часть Поднимем Немножко Чтоб То есть Прям вообще Очень классно Мне очень нравится И Самое главное Это теперь Не нужно Какие-то Специальные Приспособления Строить Там Что у нас Там Были Крутящиеся Моменты Не знаю Мне больше Это колесо Нравится И выглядит Это более Так Жестче Более Круче По-моему На мой Заг Ладно Давайте дальше Дальше Это у нас Появился Блок Такой тоже Который Думаю Изменит Очень сильно Игру Это Шаровой Шарнит Балл Джоинт Балл Джоинт Вот такая Вот штука И в чем Суть его Я сейчас Прямо Вот здесь Прямо И покажу Вот в этом Суть его И есть Ну во-первых Текстурки Они во-первых Начали делать Более Мне кажется Лучше То есть Это шар И вот на Этом шаре Висит Вот этот Вот Механизм И блин Это круто Потому что Он вертится Крутится Как угодно То есть Вот в последней В последней Моей машине Это Вот Здесь Вот в этом Соединении Можно эти шары Использовать То есть Вместо того Чтобы вот Наворачивать Вот Вверх Вниз Да Влево Вправо Хватит по сути Вот такого Вот одного Единственное Что вот здесь Вот благодаря Этим поршням Ход Самих Самих прицепов Может быть Более Большой Но Можно же Несколько Шарниров Поставить Допустим Здесь Наверху Здесь Внизу То есть Ход Можно тоже Увеличить Вполне На большое Количество И очень Круто И я Промодернизирую Именно Таким Соединением Вот здесь Эту часть Думаю Ну Она должна Быть Продуктивно Выглядит Плюс Что То что Приятно То что Здесь Вот Теперь Не нужно Какие-то Искать Непонятные места Куда это Установить А то есть Можно Вот вполне Вот здесь Вот так Вот ставить И видно Куда ставить Теперь Соединение Не начали Прорабатывать Очень хорошо И мне Это Нравится Так И Последний Блок Который Остается Это Блок Факел То есть Факел Маленький Небольшой Факел Смал Флейм Торч Где он Где он Где он Так Он у нас В оружии Именно В оружии Он присутствует Потому что Он В принципе Он не наносит Урона Но Но Он поджигает Все вокруг То есть Если мы его К зданию Допустим До здания Дотронемся Им То он Поджигает Здание Не знаю Как это еще Использовать К примеру Это можно Использовать Ну Запуская Снаряд Пропускает Над огнем То есть Какой нибудь Снаряд К примеру Даже Доску Запуская Снаряд Поджигается Она и улетает То есть К примеру Так можно Использовать Это По разному Можно В принципе Придумать Варианты Есть Не знаю Уж Для чего Конкретно Они Это используют Но я думаю Сейчас Просто заполнит Интернет Новыми Постройками Из этих Трех блоков Потому что Эти три блоки Они существенно Меняют Весь Взгляд На Как бы На постройку Приборов Так что Думаю Это очень будет Интересно Посмотреть Если вам понравилось Ставьте лайки Если я вам помог Тоже Ставьте лайки Я очень прошу Извинения За Неправильную серию До этого Которая была Потому что Там Был Небольшой Глюк Недоработка Моя Которую Я просто Не перепроверил Прошу За это Прощение Присоединяйтесь В моей Группе Вконтакте Ставьте лайки Под серию Если вам понравилось Присоединяйтесь Подписывайтесь На мой Канал С вами был Нильфгорн Всем всего Хорошего Пока